Такое впечатление пятерых. Может быть, что и не выехал. Для телезрителей у нас HD Extreme.ru. Результаты первого заезда. 26.00 Бабак, 21.000 Захаров, 80.000 Санин, 23.000 Рустам Такаев. 151-й Артем Бершигрук. К сожалению, у нас 17-го номера мы не видим. И в силу того, что его нет и в предстартовом парке, не позволило физической кондиции гонщику выехать в последнем заезде. Выбывает у нас из борьбы за высокие места Кубки России Михаил Коллегов, Ямбург, Новый Рингой. Вчерашний триумфатор молодежного первенства. Ну, такое тоже случается. А Бабак выезжает у нас на старт. Третий решающий заезд класса юноши. Ребята вбивают грунтозацепы, гусеницы в снег и готовятся к старту. В Италии есть молодой гонщик Амунелли Пачетти. Его в интернете много лет уже показывают. Он в маленьких классах ездил. Сейчас во взрослом катается. Он очень эмоционально стартует. Итак, готовы юноши к старту. И... Старт! Они ползали по чуть-чуть, буквально сантиметрами. Бабак хорошо стартует. О, и падение. Первое падение у нас. Но буквально он даже и не вывалился. Это, по-моему, 80-й номер у нас. Такой пируэт задвинул. Бабак отрывается. Вот мы видим такие телодвижения. Повтор для телезрителей старта. Но это буквально сантиметры. Поэтому судья решил на них не реагировать. Вчера был фальстарт. Кто смотрел молодежное. Да, 80-й номер. Раз и поехал дальше. Итак, первый круг. Юноши. Кубок России 2015. Лидер Дмитрий Бабак. Первоназрядник, представляющий факел новой рюнгой. Желтой майки лидера. Восьмидесятка второй. Значит, это не он у нас. Кувыркнулся Захаров. Вершигрупп последний. На втором месте восьмидесятка Константин Санин. За ним 23-й Рустам Такаев. 21-й Иван Захаров. Себе осложнил жизнь быстрый гонщик из Кирова. Дмитрий Бабак, один из, в общем-то, этих гонщиков прошлого года быстрых. Шестой на молодежном первенстве России. В этом году уже умудрился, в этом сезоне, в декабре прошлого года, выиграть престижные соревнования. Кубок памяти Ушакову Новому Рингоеву. Бабак лидер молодежного первенства России со 137 очками в активе. И сейчас он оторвался на 2,3 от Рустама Такаева, который между делом на второе место вышел. 26-й номер Бабак, 23-й Такаев, 80-ка Санин. Захаров, быстрый гонщик из Кирова на четвертом месте в 8 секундах отставания. И причем у него круги-то медленные получаются. Если лидеры идут 58 с хвостиком, то Захаров минут 0-1. Что-то здесь странное у нас происходит. Так, 26-й номер Дмитрий Бабак, лидер. Но Такаев, Рустам, что-то разъехался к третьему заключительному заезду. Он уже был быстрее на предыдущем круге. И сейчас Рустам догоняет Дмитрия. Между ними на финише порядка секунды. 1,4, 1,47. Санин остает на 3,5. Захаров, удастся ли взветить темп или нет? Захаров медленный? Ивана, Ивана, проблемы какие-то со скоростью. То ли сказался вот этот полувылет, не знаю в чем причина. Он идет минута с хвостиком, при том, что все трое лидеров из минуты идут. Лучший круг гонки, кстати, у Такаева 58-165. Итак, на втором месте Рустам Такаев, относительный неудачник вчерашнего этапа первенства России среди молодежи. И сегодня у него не задались первые два заезда. Рустам серебряный призер Кубка памяти Ушакова. Четвертый на молодежке прошлого года. Шестой на Кубке России 13-го года и так далее, и так далее. Сейчас он третий в молодежном первенстве после этапа прошедшего. Да, Иван Захаров у нас второе место во втором заезде. Входим в первом. И вот сейчас только четвертое место и уже в 10 с лишним секунд. Целая пропасть. Борьба за лидерство. Имеет место быть 1,7. Была секунда и 7 десятых. Вот сейчас на торможении гораздо меньше. На торможении полсекунды. И Санин активизировался еще. Трио. Впереди идущий гонщиков. Сильно уплотнилось. Вот они сейчас линию финиша будут пересекать. Бабак Такаев-Санин. Секунда и почти две. Причем Такаев, Рустам еще мало того, что надо догонять лидера. Надо отбиваться у нас от Рустама. Пятеро юношей осталось в строю из заявленных семи. Лидирует 26-й стартовый номер Дмитрий Бабак. Факел нового ринга. Его преследует 23-й номер Рустам Такаев. Одноклубник. Они затеяли борьбу у нас во втором заезде. Там поменялись местами. Тоже их отбросило. Эта борьба далековато. Но, тем не менее, от претендента на подиум Кубка России 2015 года, который вернулся в славный город Великий Устьюг. Закаров безнадежно отстает. Минута 0-1 идет. 13 секунд уже проигрывает лидеру. Что-то у него не задался. Третий заезд. С самого начала вот это опрокидывание. И вот такие, в общем, вещи. Я думаю, что при Абрагинде, может быть, рулевое управление пострадало или что-то. У него очень медленные круги. Лучший круг минуты и три десяток. И сейчас минута, почти минута 0-1 он идет. Ну, вершигруг закономерно последний. Здесь он самый тихоход. Он уже 40 секунд проигрывает лидеру. Тройка претендентов на подиум. 26-й номер Бабах, 23-й Такаев, 80-ка Санин. Санин представляет Ямбург, единственный из этой компании. А лидеры представляют Факел. Сейчас потенциально Факел лидирует. Прошлогодний Кубок России выиграл Яков Карпман, который досрочно в этом году перебрался во взрослый класс. Борьба за второе место. Борьба за второе место. Константин Санин, ямбургский гонщик, пытается забраться между двух Факеловцев. Почти ему это удалось. Но! Зрители оживились. Болеют за этого парня в ярко-красной такой форме. Комбинезончик красивый, приметный. Ну и желтая майка лидера у Дмитрия Бабака. Похоже, у него сегодня будет победа, если сейчас он сам не напортачит. Девятая минута. Из пятнадцати идет. Усталости особой не чувствуется. Тот же Бабак идет 59,6, при том, что лучший круг 58,961, то есть очень высокая скорость. Ну! Вершигуга закономерно на круг обогнали. Сейчас перед сценой мчатся, парни. Сейчас все трое идут быстрее минуты. И самый быстрый как раз такая. На третьем месте Константин Санин. 80-й номер. Дебютант Ямбурга. Взяли они парня. Недавно, 15 лет ему, 19 мая, 16-й, исполнится на пятом месте в молодежном первенстве России с девяносто одним очком в активе. Сейчас до секунды упал просвет у нас между лидером и Рустамом Такаевым, одноклубником. Ну и Санин тоже здесь. У Сани на отставание 2,3 и 1,3 до Рустама. 4,5 минуты контрольного времени плюс еще два круга. На четвертом месте идет Иван Захаров, кировский гонщик. И вот я подозреваю, что у него какие-то проблемы все-таки со снегоходом. Скорость стабильно низкая. Иван проигрывает уже около 20 секунд лидеру, что в первых двух заездах и во вчерашних соревнованиях отнюдь не наблюдалось. Захаров опережает вершик рука. Ну так чисто внешне стягоход вроде в порядке. Но он даже вершик рука обогнать не может. Кругового сейчас нормально тоже едет. Санин отстал. Санин отстал на этом круге у нас восьмидесятка. У него был медленный круг минут 0,2 и 4. Десятки. А вот Бабак с Такаевым впереди на лихом коне. Сейчас лучший круг Дмитрий поставил для себя. 58,841. А лучший круг в гонке остался у Рустама. Второй. Борцов за высшую ступеньку подиума из трех осталось двое. 26 номер Бабака, 23 такая. Потому что как-то незаметно Санин отъехал от них. Пролетает линию финиша Дмитрий. Пролетает Рустам. Между ними 2,2 секунды. Санин вот только сейчас появляется. Отставание от лидера 9,2. Что, Захаров? Минута 0,3,5. Антирекорд свой по скорости ставят. Только Вершигрупп медленнее его. И вот, собственно, Артем. Минута 13. Да, ну, Артем Морчемелин. Подходит к концу юношеский заезд. Лидирует первозрядник Дмитрий Бабак. 26-й стартовый номер. Факел новой рингой. Захаров Павел Андреевич тренирует это юное дарование. Рустам Такаев подустал. 2 секунды. 32,002 осталось. И Санин проигрывает уже 10 секунд. Последняя минута пошла контрольного времени. Все идут за минуту. Сбросилась скорость. И она главным образом уже даже не то, что ребята устали, а то, что трасса подразбивается. Снегоходная гусеница, конечно, она отличается тем, что она разрушает трассу, гребет ее гораздо активнее, чем тоже колесо мотоцикла. Хотя и от мотоциклов у нас тоже колеи остаются. Мама не горюй. Итак, слишком быстро летел у нас Дима. И вот сейчас не успел. Вот только сейчас время контрольное закончилось. Поэтому три круга ему оставаться еще на дистанции. Две секунды между ним и Рустамом. Санин отстает на 10. Стабилизировался разрыв. Две секунды и два с половиной круга. У кого силенок осталось побольше? У кого еще не барахлит мотор Линкса? Линкс Рейв 600. Это самый популярный снегоход у нас. Двухцилиндровый, 600-кубовый. Курок нажимает гонщики до конца. Но он не нажимается, потому что у юных гонщиков полностью открывать дроссель нельзя. А то улетят. А когда подрастут, а взрослые перейдут, тогда уже нальем воды в бассейн. Догоняет Рустам. 1,7. 1,78. Темп здорово упал. Секунда 0,3. Минут 0,3. У них сейчас круг они идут. Два круга осталось, кстати, на все про все. Парням. Секунда 0,789, если быть точным. Между 26-м номером лидером, Побаком и 23-м Такаевым. Оба представляет один клуб, факел Новый Рингой, Ямало-Ненецкого, автономного округа Тюменской области. Но это не снижает остроту борьбы между ними в личном зачете. Оба везут очки своей любимой команде. Но поменяться местами на подиуме они не против. Последний круг. Ну, мне так хаоться, хаоться мне, что Рустам устал больше. Сейчас он секунду проиграл на этом круге. Санин тоже идет в темпе Такаева. Поэтому тройка претендентов на высшие ступеньки подиума определилась. Вот оглядывается сейчас Дмитрий, через плечо смотрит, что особо не претенгует его визави конкурент. Все тот же двухсекундный гандикап есть. Ну и Санин проигрывает 10,8 лидеру и, соответственно, 8 секунд проигрывает Рустаму. Там тоже борьба не предвидится за второе место. Ну, Захаров вообще упал минуту 0,7 темп. Поэтому это не день Бекхема, не заезд Ивана. Заканчивается заезд класса юношей. И выигрывает его Дмитрий Бабак. И выигрывает он у нас целиком кубок. На втором месте 23 номер Такаев Рустам. Факел новую рингой. На третьем месте 80 номер Константин Санин. Ямбург. Уже финишировал Артем Вершигрук. 151 стартовый номер. Факел. Ждем Захарова. С перебитым крылом. Вот он на задней сейчас прямой находится. Закончился заезд юношеский. Сейчас нас ждет заезд взрослый. Захаров четвертый. 18 очков. Плюс 18 очков. Захарова ребенок. Распочтно. Захарова ребенок. И всеGM. Спасибо. До новых встреч.